Всем привет! Зовут меня Петр и занимаюсь я арбитражом трафика с 14 лет, 9 лет получается. Презентация нужна. И сегодня расскажу вам, как мы качали мускулы по триалам на TR1 страны. Поднимите, пожалуйста, руки, кто работает с триал-оферами. Здравствуйте! В пике насчитывалось 30 человек и мы плотно работали с триалами. В 2020 году выиграли, заняли первое место вертикально нутра в кинг-офф-адвиде. В конце 2020 года я вышел из той команды и основал свою, которая состоит из четырех байеров и одного лондодела. Триал-оферы работают на базе подписочной модели. Клиент получает пробник, нужно оплатить всего лишь доставку. Обычно составляет 4-7 долларов. В зависимости от гео и рекомендателя. Триалы бывают двух видов. One-step и two-step. One-step обычно без апселлов. В среднем платят 45-60 долларов и с апселлом 32-32 доллара. И достигают до 45-45. Вставили не ту презентацию, но ладно. Меды важны. Что такое вообще меды? При работе с триаловыми офферами важным фактором являются меды. Это простым языком банк на стороне рекомендателя. Бывают они отваливаются и весь траф идет в трубу. Поэтому большую ошибку совершают арбитражники. Когда берут один оффер, заливают, не получается и возвращаются обратно заливать на кэш-он-деливеры. Лучше всего взять штук 5-6 офферов, пройтись по партнеркам, выбрать определенную нишу и закинуть все это в сплит, определить лидера среди офферов и дальше масштабировать. Как вообще нашли этот оффер по мускулам? Под устав от частых банов я начал задумываться, что бы можно отливать такое, не то, что льют все, и то, что Facebook не будет банить так активно. Я вспомнил свой старый кейс по KSB 55. Кто помнит этот оффер? Этот оффер был по мускулам на СНГ и очень хорошо шел с пабликов ВК и остальных источников. Я подумал, почему бы не попробовать то же самое, но на Европу. Прошелся по партнеркам кэш-он-деливеры, ничего по мускулам не нашел. После этого я предложил свою идею Дианис КМА. Совместно подумав, мы решили, что можно попробовать переработать оффер под потенцию натриала. В составе товара был компонент, который симулирует выработку тестостерона, соответственно, подходит и под мышцы. Потюнили при лейнинге, перевели на соответствующие гео Европы и начали заливать. Оффер зашел в строй 200%, замасштабировали на остальные гео Европы. Но я решил не останавливаться, так как у меня был опыт работы с триалами. Прошелся по партнеркам, нашел офферы по мускулам, переобули при лейнинге. Что такое значит переобули при лейнинге? Находим посещаемые сайты и берем оттуда, вытаскиваем стилистику, накладываем наш текст. Основным плюсом при работе с триалами является то, что нет зависимости от опрува. Все лиды, которые попали в партнерку, они уже опрунуты и, соответственно, легче считать экономику. Расходники. В данном конкретном кейсе мы юзали эти расходники. Прокси, резидентские, астропрокси. На данный момент юзаем уже мобильные, украинские. Клаку юзали. Конструктор плюс GSI, МКЛО плюс Magic Checker, интегрированный с Беномом. От Magic Checker отказались. Антидетект юзали от Spower. Домены юзали конструкторы. И вайты делали интересным способом. Находили в Google Play по нашей тематике приложения. Копировали оттуда описание, картинки. И далее все перетягивали на вайты. На вайты делали кнопку, которая вела, соответственно, это Google приложение. Карты мы юзали S-карт. Ребята постоянно улучшают сервис. Недавно выкатили автопополнение. И есть у них удобная группировка по байерам. И особенно радуют менеджеры, которые отвечают даже в 2 часа ночи. Схема запуска. Аккаунты мы брали украинские. Фарм или аренду с БМ. Далее вешали туда 10-20 авторегов. Из них оставался один долгожитель, который отливал 1000 и до 12 тысяч долларов. Почему так получалось? Мы запускали 1 на 1 50 долларов. И 4 дня они трогали аккаунт, чтобы он отлил 200 долларов. И далее на пятый день, если была необходимость, делали дубль. Меняли креатив. Фанк юзали свежие. Ставили также аву, описание с Google Play. Пять постов. И по наблюдениям еще заметил такую особенность. Если шкварится запускатор, то бесполезно с него создавать новые фанки. Все будет лететь, банниться все равно. Проще создать на другом аккаунте, даже если на автореге. И перетянуть на БМ. И все будет хорошо жить. Над креативами долго думать не пришлось. Зашли в инстаграм. Вбили хэштег мускулы. И все скачали. Обычные ребята на креативах. Не модели. В текстах делали упор. То, что не нужно ничего делать. Не нужно ходить в спортзал. Просто пьешь таблетки и мускулы сами растут. Вот скрин одного из кабинета. Отмечу, это авторег. Скрин не самый свежий. Я скидывал коллегам, поэтому закрашено все. Доступа к кабинетам, соответственно, не осталось. 11 тысяч. Как я уже говорил, не все аккаунты сразу заходили в плюс. Если даже аккаунт сливался в ноль, мы его не трогали. Четыре дня. На пятый день мы уже делали дубль. Если дублировали и раньше суммы 200 долларов, то аккаунт улетал на полисе. Пример залива одного из байеров. Так как кабинетов было несколько, мы одни из первых, кто начали тестировать S-карт. Соответственно, в то время уже группировки по байерам не было. Всего отлито 6500 миллионов рублей конкретно у одного байера в этом кейсе. Оффер отливался с декабря 2020 года до конца мая, 6 месяцев. Рои получили 111%, что на объеме это очень хорошо. На связке работали 4 барри и один ландодел. Какой вывод хочу сказать. Нужно дружить с менеджером партнерок, не только выпрашивать бампы, ставки, аппрув, но и придумывать новые связки, офферы. Пришла вам идея, пишите менеджеру, что есть такая-то идея по такому-то офферу. Можно сделать пролейдинг, лейдинг и, соответственно, без товара затестить, залить с фейсбука или другого источника. Посмотреть, какая цена будет лида. Рекомендатель на своей стороне посчитает экономику. Если все сошлось, то этот оффер можно подрубить и вы будете отливать в привате. Никогда не стоит держать все яйца в одной корзине. Это касается и аккаунтов, доменов, и клак. Домены можно использовать, к примеру, .com, .ru до 2 баксов, конструкторы. То же самое касается аккаунтов. Можно брать разных стран, Киэр, один стран, Азия, Латам. Все новые, забытые, старые. В данном кейсе я показал, как несложно придумывать, перетаскивать старый подзабытый кейс на новые гео и таким образом масштабировать. Обычно, если оффер зашел на каком-то определенном гео, он, скорее всего, зайдет и на остальных гео тоже. Я задумался, у меня получилось бы замасштабировать связку, работав я в соло. С уверенностью могу сказать, что нет, так как аудитория у оффера огромная. И поэтому лучше всего создавать в команду или идти в команду. Сейчас я придумаю новые связки, так как опыт, экспертиза. У меня в арбитраже трафика большая, ребятам удачно их масштабируют. Если где-то не клюет, нужно пробовать новые страны, новые офферы. Как я уже ранее сказал, что при работе с сериалами важным фактором являются миды. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok